Доброе утро, коллеги. Очень рад, что в нашей встрече сегодня коллеги из Вьетнама и Бангландии, которые, надеюсь, в ближайшее время станут нашими партнерами. Определяя тему выступления, мы пришли к пониманию, что рассказ об успехах Центрального института повышения квалификации на таком форуме не имеет смысла, и решили осветить две проблемы, с которыми столкнутся страны, впервые вставшие на путь развития атомной энергии. Первая проблема состоит в том, что необходимо убедить собственный народ в том, что ему нужны атомные электростанции. И вторая крупная проблема – это подготовить персонал для Первой АЭС, не имея этой АЭС. Поэтому в данном докладе мы презентуем инструмент, который поможет странам решить эти проблемы. То есть тема доклада – это интегрированный информационно-учебный центр для стран, решивших впервые освоить атомную энергетику. Раз он информационно-учебный, значит он представляет две части – информационная и учебная. Цель информационного центра – это преодоление настороженного отношения негативных стереотипов общества об атомной энергетике, повышение информирования общественности по основным направлениям деятельности атомной отрасли, формирование положительного общественного мнения о АЭС как уникальных, безопасных и социально значимых объектов, обеспечивающих благосостояние в регионе, и проведение мероприятий по поляризации АЭС как работодателя. В состав информационного центра входит выставочный комплекс, который включает макеты, поясняющие этапы строительства атомной электростанции, конструкцию атомной электростанции, принципы действия оборудования и системы АЭС. Макеты, поясняющие принципы традиционной и ядерной безопасности, а также этапы ядерного топливного цикла. Выставочный комплекс включает модели оборудования и системы АЭС, реализуемые на персональных компьютерах, то есть мультимедийные системы и компьютер-бейс-тренинг-системы, интерактивные плазменные панели с анимационными программами, информационно-развлекательные витрины, стенды и плакаты. Также информационный центр включает аудиторный комплекс. Аудиторный комплекс оснащен технологичным 3D-кинотеатром, лекционными аудиториями, оснащенные презентационным оборудованием, а также конференц-залы, оснащенные презентационным оборудованием, а также программно-аппаратными средствами, позволяющими реализовать видеоконференции. И компьютерные классы, в которых можно проходить обучение на компьютерных системах. Это вкратце про информационный центр. И все-таки основной темой является подготовка персонала. Поэтому вторая часть презентации будет посвящена определению потребностей персонали, будут предложены схемы подготовки персонала, а также предложения по его обучению. Безусловно, численность персонала атомной станции определяется ее проектом. И, безусловно, он будет учитывать национальные особенности страны. Но вот типовый проект станции, которые сейчас проектируются в России, включает, значит, тысяча пять человек ориентировочно. Из них в службе эксплуатации 618 человек, из них 525 человек оперативного персонала. Вот именно о нем мы сегодня и побеседуем. На данном слайде приведена классическая схема, которая реализовывалась в России для подготовки персонала зарубежных стран. Она состоит из двух крупных этапов. Первый этап – это подготовка по энергоблоку референтной АЭС в России. И второй этап – подготовка на энергоблоке строящейся АЭС непосредственно в АЭС стране. Программа состоит из психофизиологического обследования, входного контроля, теоретической подготовки, практической стажировки на рабочем месте. И потом, значит, при завершении строительства АЭС, значит, остляется также теоретическая, практическая подготовка, стажировка и заключительные этапы – проверка знаний, дублирования, получения разрешения и допуск к работе. Желтым ветом обозначены этапы подготовки, которые реализуются в учебном центре. Остальные этапы реализуются непосредственно на рабочих местах АЭС. На данном слайде приведены временные характеристики программы подготовки операторов атомных электростанций. Значит, первый этап – это оператор, но мы пойдем по нижней линии. Первый этап – это оператор-обходчик турбинного отделения. Второй этап – это старший машинист турбинного отделения. И третий этап – это ведущий инженер управления турбиной. Это инженер, который сидит на блочном чете управления и практически оставляет организационное и техническое управление турбинным отделением АЭС. Если посмотреть на конечный красный квадратик, то подготовка на должность ведущего инженера управления турбиной занимает 43 месяца. Учитывая то, что строительство АЭС началось в нашей стране больше 50 лет назад, первоначально были выдвинуты требования, что оператором АЭС может работать человек, имеющий университетский образователь. Это было обосновано тем, что были недостаточно развиты автоматизированные системы. Прошло 50 лет. На сегодня современные российские АЭС – это высокотехнологичные объекты, имеющие высокую степень автоматизации технологических процессов. Но требования о том, что оператор должен иметь высшее образование, оно не было отменено. Поэтому 43 месяца – это подготовка после того, как молодой специалист окончил университет. И у нас в последнее время раздавались такие мысли о том, что во многих странах оператору на входе не требуется образование, что достаточно иметь какой-нибудь колледж технический, и после этого можно подготовить оператора. последний урок Фукусимы показал о том, что в принципе оператор все равно должен уметь мыслить и уметь принимать решения в несвойственных ситуациях. То есть можно, безусловно, научить любого человека работе на АЭС в условиях нормальной эксплуатации, но обучить его действовать в условиях непредвиденных экстремальных ситуаций – нереально. Для этого он должен иметь соответствующий мыслительный процесс. Поэтому я думаю, что теперь опыт России получит распространение и в иных странах. Это не только мысли мои, это результат обсуждения с каплигами. На этом слайде проведена возможная схема подготовки, которую мы разработали для станции, которую предлагаем построить в Социалистической Республике Фьетнам. Поэтому там вот в квадратиках написано «Фьетнам». То есть это первоначальная подготовка на должность линейного оператора 15 месяцев, это подготовка на должность старшего оператора 17 месяцев, и это подготовка на должность ведущего инженера управления турбины 8 месяцев. В желтом обозначено обучение, которое реализуется в учебном центре. И наше предложение состоит в том, что этот учебный центр надо построить опережающим образом по отношениям строительства АЭС непосредственно на площадке АЭС во Вьетнаме. И тогда часть теоретического учения можно осуществлять непосредственно в стране, не направляя специалистов в Россию, что имеет определенные экономические временные выгоды. На данной схеме приведены этапы комплектования и обучения персонала, которые сейчас приняты в России. Обратите внимание, что начало комплектования персонала за 5 лет до пуска станции и, наверное, из этого все. А вот теперь на эту схему наложена схема подготовки этого оператора турбинного отделения. То есть мы за 55 месяцев до начала пуска начинаем подготовку оператора и за 2 года до пуска имеем уже теоретически подготовленного инженера управления турбинного отделения. На данной схеме приведена подготовка для второго энергоблока. Она уже гораздо проще, потому что мы имеем первый энергоблок в стране, мы имеем функционирующий учебный центр, и от 60 до 70% подготовки программы может быть реализована в данном центре. Вот теперь конкретно об учебном центре. Для чего он нужен, каково его оснащение, каковы этапы. Цель основного учебного центра, безусловно, это обеспечение атомной станции квалифицированным персоналом в полном объеме. Это текущее поддержание квалификации и компетентности персонала в период эксплуатации АЭС. Это определение потребностей в обучении персонала, совершенствование системы обучения и обеспечения эксплуатации, развития учебно-материальной базы самого центра. Это макет учебно-информационного центра, который строится сегодня концерном «Ферлосэнергатом» на ново-воронежской АЭС-2, и который мы предлагаем в качестве пилотного проекта, или референтного, точнее, можно сказать, проекта, для строительства в странах, вставших на путь развития атомной энергетики. Указки нет. Значит, горизонтальное длинное здание – это учебный корпус с аудиториями, пристройка к нему – это корпус для полномасштабных тренажеров, и отдельное стоящее здание – это информационный центр. Объем и размер информационного центра определяется страной. Вот, например, во Вьетнаме есть мнение, что он должен быть большой, девятиэтажный, и держать информацию не только обо всех этапах топливного цикла, об истории атомной отрасли и так далее. Значит, классы теоретического обучения – это классы, где проводятся лекции. Они оснащены презентационным оборудованием, макетами, моделями оборудования АЭС на персональные компьютеры, компьютерными системами обучения, информационно-разъяснительными стендами и флокатами. То есть тут вы уже можете отметить в себе, что повторяется оснащение, которое предлагается для информационного центра. То есть это и компьютерные классы, и макеты оборудования. Вторая – это классы практического и тренажерного обучения. То есть это непосредственно полномасштабный тренажер блочного пульта управления. Это оборудование и программа обеспечения аналитического тренажера, который сейчас справа. Это тренажеры СУТП и других систем АЭС. Также для практического обучения учебный центр оборудуется учебными лабораториями и мастерскими, включающие и макеты основного оборудования, а также реальное оборудование и узлы, на которых можно проводить обучение практическим операциям. Инструменты, приборы, оснастка, приспособление – все как на атомной станции. Здесь приведены основные этапы строительства УТЦ, лечебно-информационного или информационно-учебного центра. Чтобы обеспечить вот ту линейку временную по подготовке специалистов для АЭС, мы предлагаем схему, что к сроку в минус 5 лет, когда надо начать подготовку специалистов на площадке атомной станции, должен быть уже построен и введен в эксплуатацию учебно-информационный центр. Значит, учитывая опыт и практику работы, это включая этапы проектирования, строительства, разработки и оснащения его, на это потребуется порядка 3 лет. Поэтому реально надо учебно-информационный центр начать строить за 8 лет до пуска атомной станции. В принципе, такие временные характеристики, они вполне реальны в условиях контракта на строительство АЭС. Пока идет проектирование АЭС, мы можем быстро спроектировать и начать строить учебный центр. И на этом слайде мы попытались отразить преимущество объединения информационного центра и учебного. Слева функции основные информационного центра, а справа основные функции учебного центра. А внутри оборудование или оснащение. И получается, что объединив информационный и учебный центр, мы можем использовать одни и те же конференции, лекционные залы, компьютерные залы, макеты, которые стоят очень много. И, например, макет с реактора, он, значит, чаще всего имеет размер с трехэтажный дом. Поэтому экономия затрат получается очень хорошая. Поэтому макеты, модели оборудования полномасштабные тренажеры. Посмотрите еще что. То есть, имея полномасштабный тренажер атомной станции, то есть, имея реальный блочный щит, мы практически всегда помещение тренажера выполняем с смотровой площадкой. Тогда посетители информационного центра могут с этой смотровой площадки смотреть, как реально, как в реальности происходит управление АЭС. Потому что пройти на АЭС и посмотреть на флочные щиты, это, в принципе, очень трудно, и много народу не проведешь. А здесь выпускников школ или институтов можно привести и сказать, значит, что если ты сейчас окончишь университет, пройдешь обучение, то потом ты будешь работать на этом блочном щите, у тебя будет высокий уровень оплаты, престижная профессия. И, в принципе, я думаю, что это может оказывать огромное значение. В свое время, когда я где-то в 71-м году окончил школу и передо мной взял выбор, куда идти, мои одноклассники пошли в Новосибирский электроэнергетический институт на новую специальность АСУ, автоматизированную систему управления. Когда я у них спрашивал, а почему они говорят, мы будем в белых халатах обслуживать компьютеры, мы будем умными математиками и программистами, я так посмотрел, подумал, думаю, да, в белом халате это отлично, и тоже пошел в программист. Поэтому, а если им показать реальный, точный щит, я думаю, много школьников решит, что вот это отличная профессия. Здесь приведен расчет такой стоимости проектирование и строительство информационно-учебного центра, который мы читали, значит, по нашим российским центрам, будет стоить 54 миллиона. После этого, значит, общение с экспертами в области атомной энергетики, да, оно говорит, что, в принципе, он должен стоить как минимум 100 миллионов, поэтому цифра такая, тартовая. И на этом спасибо. Спасибо, Юрий.